и снова здравствуйте всем привет блендер 291 все лепят именно в блендер так хвалят это все делом думаю возможно я что-то не понял давно уже и несколько раз заходил ну наверно тут классно все таки ну давайте сейчас попробуем как тут все работает и если мне не понравится я опять уйду скульпт из альфа 6 и покажу вам как сделать именно из этого персонажа тело женщины и так ладно есть персонаж ладно болванка все готовое все зашибись теперь что можно сделать ну давайте поставим цвет глины я люблю лепить в глине посмотрим мэткапы вот нажмем здесь есть много мэткапов вот есть такая глина темная так какая тут еще есть мне нравится вот такая вот глина именно из скульптис альфа 6 кстати здесь мэткапы подходит скульптис альфа 6 в блендер это есть хорошо также раз подходит скульптис альфа 6 то можно сделать быстро свой мэткап из любого цвета так давайте теперь посмотрим как это все дело работает включим мэткапу включим object так зайдем в настройку вот это шестеренки и вот мэткапы я тут подгрузил пробовал так вот забрашь рет в рет вакс вот она и есть такая же именно скульптис альфа 6 это вот оттуда я беру и сюда закидывает также можно скачать мэткапы где они тут находятся аддоны мэткапы и вот здесь мэткапов мама не горой выбираем допустим какие-нибудь мэткапы вот их тут очень много словом и ни один в принципе для лепки так сильно не подошел как вот именно из-за браш ну вот типа какая-то глина так что еще вот глина с кантом это вот такая серая глина в ней очень плохо лепить я уже пробовал глаза устают но остальные мэткапы их тут очень много в основном с блесками тут под камень под ржавчину это больше подходит наверное как-то для каких-то дел так вот глина ну давайте попробуем вот эту глину так теперь зайдем опять мэткапы и найдем вот это то что подгрузили в принципе красная глина но глаза от нее что-то напрягаются так оставим глину именно за брошь и со скульптис альфа 6 вот это стандарт и она мне очень нравится если она кому-то нужно то можно установить скульптис альфа 6 из папки установочной выбрать вот этот материал и просто кинуть все на рабочий стол допустим и использовать в разных программах даже скульпт джейл так что еще первое дело сделано а вроде нравится выбираем персонажа заходим скульпт мод так выдвину сразу и вот эти вот кисточки именно с надписями люблю с надписями так это тоже есть дальше что можно сделать поставить правильно симметрию да чтобы мы по симметрии лепили следом смотрим варфрейм сетка вот редкая увеличивать ее в принципе если сейчас мы начнем по ней лепить возьму любимую свою кисточку но не такую клей стрипс вот это на наладка вот этого именно размеры кисти это английская f и вот вы вытягиваете щелчок если вам нужно настроить интенсивность вот эту силу нашим именно силу нанесение этой глины жмете shift f и вот получается у вас тут размер вот он уменьшается так рисует в принципе пойдет принципе мне нравится control z control Z возвращаемся назад ну давайте что-нибудь пробовать а потом в процессе возможно еще что-то вылезет и так нам понадобится именно женщина но тело сделано под мужское анатомии в принципе у женщины как таковой явно выраженной нет за исключением зад перед ну и там кое-каких деталей погнали так возьмем значит кисточку grab тоже хорошая кисточка нажмем f английскую сделаем побольше кисть так n панель я сразу наверно вам включу screen caskey чтобы вы видели что я нажимаю и первое что нужно сделать это уменьшить плечи вот эти плечи мы уменьшаем о делаем их поменьше так колесико прибавляем shift колесико все это дело подтягиваем что дальше нужно сделать опять же f уменьшаем кисточку и уменьшаем вот эти вот части так шею делаем потоньше и желательно по длине и так здесь вот по длине и можно наверное сделать только в edit mode ну сейчас будем настраивать потихоньку следом что делаем следом мы нажимаем английскую опять увеличим кисточку и вот эту часть вот эту ребер на и подмышки вот вот так уводим и делаем вот здесь вот такую душу вот такую так это дело тоже сделал следом что нужно сделать следом мы уменьшаем грудную клетку вытягиваем опускаем ее вниз от шеи это тоже сделано следом что делаем здесь у нас находится таз то бишь находится косточки таза и чтобы у женщины таз был побольше а нас идет как треугольник выбираем клей стрип уменьшаем кисточку и вот так все это дело здесь вот рисуем вот получается нас вот здесь находится таз следом что у женщины есть это зад без зада надо начинать женщину лепить именно с этой важной части тогда вы поймете как она будет выглядеть и вот что мне опять не нравится что это вот работает вот так вот сетка вы видите что ну нехорошо мне так не нравится лепить и как вот все да говорят впереди на динотопа переходим на динотопа включаем значит настройку от этих кистей тут вот автосмут какой силой будет потом сколько пикселей радиус короче это понятно и находим динотопа здесь установлены схлопывать как тут на переводить короче на русский ставить короче схлопывать вершины или как там полигоны потом использовать просто полигоны короче не вдаюсь подробностей кому надо переведете вот мы переключились на динотопа и увидите как меняется сетка вот такие становятся треугольные полигоны как и в скульпте с альфа 6 кстати ну так лепить мне не нравится я могу поставить больше пикселей детализация сайз все это понятно и будет так сказать так ну давайте прибавим до 19 и вот вроде бы вроде бы уже вот радость не начинает лепиться как-то что-то прибавляем еще больше так все равно полигоны и смотрим какие полигоны а полигоны большие значит нам надо их схлопывать да так мне это тоже дело как-то не охота мне этим заниматься подгадывать вот эту сетку значит что я делаю еще какой вариант ищу для себя ремешер мне здесь не поможет он просто сделает очень много полигонов сделает сейчас вот у меня 180 мегабайт и 30 тысяч полигонов вертиксов 15 вот такая штука сейчас расскажу у кого вот этого меню нет как сделать и я перехожу ну чтоб нормально полепить да не напрягаться не контролировать вот эту сетку она мне в принципе не тарах тела я перехожу в браш детали вот смотрим как это браш детали работает вы видите а как скульптис альфа 6 добавляет именно нормальные плотные полигоны 35000 также у нас есть в принципе лепим смотрим что тут получается вот уже как-то радостнее вот здесь мы можем часть тела набросать вот так вот ну опять же рисует мне не нравится как она наносит все это дело вот это дело опять же в сетке что я делаю даем чтобы не было это сетка вот такой вот плотный так ну давайте попробуем collapse edges поставим вот вроде она уже должна как-то мягче проецироваться ну все равно ступенчато ну ладно уже можно лепить у нас уже тридцать девять тысяч полигонов и получается чтобы было меньше полигонов я должен как я думаю меньше накидывать но больше вытягивать грабом даем попробуем так смотрим что тут у меня еще мышка хочет скоро наверно точно приговориться так вот что-то так вытягивается где-то компонуется это вот мышца вот так вот это мышца для женщины маловато скульптис альфа 6 я по ее уже набросал так ладно что делаем опять же уменьшаем кисточку смотрим у меня уже полигоны почти не изменились 939 тысяч так и осталось я чуть-чуть control z клей стрип включаю мне же это все дело нужно еще проработать доработать как бы массу набросать и вот пока я бросал у меня уже 3820 да я выхожу на бочину здесь должен быть бок 37 хорошо идет на понижение так это меня уже обрадовало так я еще накидываю 37 222 тысячи так вот так 35 тысяч получается у меня идет понижение потому что я поставил схлопывание edges вот этих вершин ладно вот сейчас мне уже в принципе заинтересовало ну ладно погнали дальше делать итак что у женщины есть это есть зад вот это ягодичная часть дальше что у нее есть у нее есть галифея не у каждой конечно женщины так опять же ф и я начинаю здесь вот набрасывать массу со мной стороны да это хорошо я пока нарабатываю массу но я не вижу как сказать четких вот этих частей у меня получается что здесь вот опять же пиксели какие-то так чтобы мне теперь здесь добавить опять же вот этот детализацию мне нужно переключиться на subdivision коллапс да смотрим я переключаюсь на subdivision коллапс и начинаю набрасывать тут а вот гражданки галифея галифея находится вот здесь и опять же все это в разные стороны вот ну где-то приблизительно дальше что у гражданки есть давайте посмотрим что есть у гражданки так тут что-то полигоны заотачились и у гражданки вот здесь вот проходит здесь надо уже опять же поменьше кисточку поставить за исключением с кубки с альфа 6 я так бы не делал так здесь у нее как бы треугольничек у так выходит но мы сейчас подкорректируем и вот здесь выходит у нее опять же вот такая мышца вот так вот это мышца у нее она вот сюда тоже как бы уходит вот что еще вот эту вот часть вот эту часть нам нужно грабом поубрать опять же f большую кисточку ставим уменьшаем вот эту часть и у нас начинает изменяться сетка так так пардон я награб не переключился уже вот на блендер начинаю клеветать здесь мы убираем побольше вот так вот делаем здесь убираем живот и вот эту часть чуть-чуть убираем вот так теперь нам нужно вот эту ягодичную часть вот так вытянуть а уже женщину стало как-то напоминать так теперь что нужно сделать так тут еще вот эту часть вот эту часть вот так вот так вот уже что-то напоминает теперь нам нужно вот эту часть вот эту типа где галехве вытянуть следом приподнять ей вот эти вот части подмышки и вот эту часть тоже увести так теперь что вот эта часть у нее как бы вот так уходит и вот здесь у нее так и к спине больше прогиб идет но раз к спине больше прогиб то грудная клетка вот эта вот грудная у нее подается вперед так самая ответственная часть прошла у нас получается скос ямка галехве ну смысле выпуклость теперь что делаем плечи опять же плечи у женщины короче чем у мужчины в принципе по шее так если смотреть и вот здесь вот пока мы не набросаем грудь клей стрип мы не поймем что это за гражданка такая и вот смотрите как она грудь накидывается так мы ее грудью вот так вот круговыми движениями образуем именно вот здесь как бы такой шар вот накидываем накидываем сколько у нас там получается вот уже 56000 это теперь нам нужно пролепить побольше получается и вот постоянно контролировать вот эту сетку чтобы она не бомбанула куда не надо и нужно постоянно вот теперь контролировать вот эти схлопывания повышения и так subdivision вот это edges и subdivision collapse схлопывания и короче ладно это ужас какой-то и получается не тот накид ну ладно с этим еще можно как-то смириться взобрать даже все это как-то радость не происходит и так у нас получается вот два шара и от шара от шара делаем так вот треугольник вот такая штука получается и наперед накидываем вот что-то в таком духе получится чуть-чуть еще можно побольше вот так все это дело накидать получается у нас такая грудь если это не помыла андерсон то в принципе стандарт это пойдет ее нужно теперь грудь вот эту подредактировать граб скульпт из альфа 6 я бы ее уже конечно накидал и быстрее так ну будем тянуть давайте раз блендер говорит надо тянуть будем тянуть мы натягиваем грудь вниз смотрим что получилось вот такие вот штукенции да теперь мы оттягиваем все это дело в бок компонуем и у нас должна получится сейчас я вам покажу вот где сосок здесь сосок вытягиваем вот такая штукенции так теперь компонуем не буду ты что реклама 5 и вот теперь давайте скомпонуем сразу вот раз полигоны тут видать вот так как бы это будет так shift как работает это сильно вот это shift мне тоже не понравилось как он сильно эти полигоны убирает где-то его тоже наверно настраивать можно так ну вот в принципе вот сюда еще вот эту часть отводим вверх и вот эту часть чуть-чуть делаем побольше так соски дэнс 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 все это дело мы изгладили единицами на упаде ну не стыковка хочу потому что плечи нужно еще поменьше кстати у женщины предплечье вот эти вот так и вот эти части длиннее как и на ногах тоже вот эти части вот эти части длиннее чем у мужчин так что еще ну в принципе все нормально но грудь все равно о ну вот теперь еще возможно как то можно поверить да вот теперь вот вперед и чуть-чуть вот так пониже и в бок и чуть-чуть мы ее потом пролепим так мы это сильно вот так уже на и так грудь есть вот такая штуки чтобы нам теперь понять что тут да как нужно докидать вот эти части мышцы правильно клей стрип опять же f уменьшаем кисточку и накидываем вот эти вот мышцы здесь вот как раз ключица проходит вот тут так здесь у нее так чуть заполнил это грудь ну смысле кость как она называется забыл ну и немножко мышцы до формы и вот вы видите что от груди от груди вот эта мышца чуть-чуть она должна у женщины быть побольше вот так мышка вообще отказывается работать так теперь здесь нам немножко нужно углубить но чтобы углубить нам нужно я так понял так что он тут углубляет нет так вот опять же контроль этой сетки да ну как-то и тянет ну вот в принципе что-то так теперь мы немножко что-то доработаем чтобы она получилась капелькой так здесь будет конечно теперь пройтись так инфлат ну по-моему не тот это инфлат который скульпт с альфа-шотом вот флата так попробуем флаттеном все это дело но ничего флаттен вроде нормально все это дело компонует так но его нужно интенсивность опять же забываем shift f поменьше поставить чтобы он как-то ласковище это дело работал и не напрягал так это многовато shift f прибавляем так вот ну вот что-то уже в таком духе здесь мы его тоже немножко компонуем низ чуть-чуть тоже подглаживаем так вот здесь можно чуть-чуть подгладить кстати и вот получается в принципе нормальная грудь ну конечно потом ее нужно еще будет доработать принципе уже выходит капелькой раз вот этой капелька бугорок выходит вот так вот здесь вверху бугорок это мышца где ключица идет а вот это все идет как мячик теперь клей стрип ближе подвигаем и погнали наметим ей эту реберную часть вот тут она идет здесь тоже мышцы какие-то тут не крылья кстати крылья у женщин очень маленькие их в принципе не видно так здесь что они здесь мне выходит еще так накид так да что ж у меня с мышкой накид и вот здесь вот от этого вот здесь вот идет у нее так еще вот вот такая мышца и скосом вот так и теперь поправим живот так здесь у меня выходит живот и в середине вот как был здесь у нее не пресс а вот целлюлит вот так это все дело чуть-чуть выглаживаем вот так вот в задней части так кстати мне нравится что тоже одним нажатием как и скульпту с альфа 6 все это дело компонуется ну смысле сглаживается ну и самый важный такой деталь это вот паховая часть не было бы ее не было бы ничего так а так трехэтажный дом и так далее так ладно здесь еще докидываем вот так вот получается что то такое и вот что мне не нравится что мне нравится многие не так поставлю 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 тут давайте наметим сначала колено вот здесь идут у них у них у женского пола и тут колени вот так вот будем считать что это колено вот так вот и теперь нужно что нужно вот эти части вытянуть вниз или если тело соответствует то уменьшить размер головы в принципе это не надо зайдем теперь мы наверно в edit mode сбросим вот это выделение поставим теперь что у нас тут рентген выходит и вот по коленям вот чуть так ну давайте чуть выше колен возьмем и теперь же так это я где это я где так зайдем в edit mode и выберем transform и опустим все это дело ниже так многовато вот так чуть-чуть теперь сбросим выделение и чуть-чуть вот где так стопы вот стопы тоже чуть-чуть вниз без разницы там ровно криво сейчас будем все это дело поправлять заходим скульпнуть опять же включаем нормальный внешний вид и почему-то я до сих пор нахожусь в арфрейме так а тут я переключился тоже на на скульп нотло и вот теперь когда у нас ноги стали длиннее то персонаж начинает вырисовываться и мы вот этому персонажу давайте поставим вот эти вот части галифе и ноги вот здесь вот так чуть-чуть вытянем и вот эту часть где таз сделаем побольше и вот здесь вот так кисточку поменю в принципе вот так вот вот так вот у них выходит тело здесь чуть поуже где грудь если сейчас мы сделаем здесь где грудь потолще то получится у нас нормальная стандартная женщина если добавим сзади жира побольше тут так на животе тоже складок то будет вообще среднестатистическая и вот эту часть вот так мы чуть-чуть как говорится подправим вот здесь вот колени чуть-чуть заладим и чуть-чуть их выведем тут еще долепливать надо но мы делаем красивую женщину то бишь клаудию шифер и поднимем ей вот эту душу и вот эту часть и чуть-чуть вот эту часть и чуть-чуть как бы вот так отведем здесь вот талию чуть-чуть еще уменьшим вытянем ей побольше кости таза вот эти косточки вот так и в принципе галихве норму свою взяли вот так здесь вот когда вы будете лепить не забывайте тут треугольник такой ромбик это пустота ну смысле ямка почему просто женщина в основном состоит не из конкретных мышц как мужчина а из жировых складок из жира то бишь вот так вот от того она такая мягкая но не пушистая так ну что еще так f уменьшаем здесь у нее получается вот сейчас покажу вам еще вот здесь у нее еще находится вот это вот мышца жирная такая вытянутая вот и как бы вот сюда в настрой идет у нас трое то бишь если не слышно я бывает чуть тише начинаю говорить так и у нас отключился динатопа вот печаль и начинаем мы тебя 5 динатопа окажется он бывает еще отключается я не посмотрел так ну вот кто-то в таком духе так здесь мы через alt через shift немножко так ухты shift мне вообще не нравится по такой сетки так ну ладно все здесь вроде наладили так чуть-чуть сглаживаем у женщину здесь вот вот так вот мысль в принципе нет у нее есть присутствует жировая штукенция это вот здесь вот мягкая такая шишечка и вот чуть-чуть тут так что у нее еще есть ну не голени тонкие и тонкие у нее вот эти вот вот эти части вот здесь вот кстати подойдет наверно вот это выглаживание потому что нам нужно от у ступни вот здесь вот вот здесь сделать как можно тоньше так получается что-то в таком духе и у здесь вот тоже чуть чуть потоньше вот единица на нампаде в принципе вот если ноги чуть чуть ближе поставить то получится нормально вот уже форма женщины так что еще можно сделать но опять же у женщин есть ноги длинные есть короткие здесь можно экспериментировать люди мы все разные поэтому как бы вы человека не слепили знаете что это все равно правильно потому что сто пудей такой человек есть вы можете вот сделать талию еще потоньше так здесь вот чуть побольше галифи чуть-чуть вытянуть подправить и корну вот эту мышцу так ну давайте ноги немножко подправим ну так как то поставим так вот как то смотрим так вот ступни тут в эту сторону чуть-чуть их подвернем вот эту часть можно сюда еще подвести колени чуть-чуть так как бы вот так и вот эту часть принципе она нам не столь важно так колени чуть-чуть опустим и вот и вот стали ему год у меня мышка не хочет ездить вообще по столу так давать еще я вот как сделаем обжиг нот но и раз ноги вытягиваясь чуть-чуть персонажа под него повыше и опять же скульпно зайдем и так вот такая штукенция получается в принципе много мышц лепить не надо если вы оставите даже вот в таком вот виде давайте попробуем все-таки поднабросать мышцы да ну смысле если в таком виде вы оставите то это тоже будет хорошо вот опять переключаясь между скульпнот и edit mode у меня опять вылетел дина топа мне тоже вот это дело напрягает так здесь у нас вот вот здесь у нас выходит этаж крыло и крылья у женщин больше как у проявлены да и здесь вот у них должна быть в центре как бы мышца это ямка это опять же нарисовать наверное какой кисточкой можно драйвом вот так вот раз и чуть-чуть все это дело сгладить ну да понимаю большая ключица в принципе она идет где-то вот так и вот получается вот здесь вот у нас находится ключица внутри и как еще можно сделать это значит опять же клэем здесь вот должна быть как бы наплыв вот это вот мышца тоже вот так и она уходит вот сюда вот так вот здесь мы чуть-чуть выглаживаем тут проработки в сильной очень не надо тут нужно чтобы все просто было намечено вот так вот так вот теперь раз ключица наметилась давайте чуть-чуть наметим плечевой пояс вот этот то что плечи есть все таки да потом немножко оформим вот эту вот часть это крылья так они оформляются и идут вот на эту мышцу вот это уже идет выше это жировая так у меня сейчас мышка на перестанет работать так вот здесь вот идет она вот сюда вот так вот так и вот сюда как бы уходит вот так этому все выглаживаем и здесь сглаживаем живот чтобы живот именно был ну как полукруглый вот так вот этих частей сильно видно быть не должно здесь все должно быть гладко вот да вот этого вот до этой части вот вот так вот здесь у нее идет жирок тут идет у нее типа жирок тоже но где пресс вот как-то так и вот здесь все это дело по краям чуть-чуть сглаживается вот понемножку как бы вот вот сюда здесь вот у нее находится уже пупок так здесь у нее находится вот это родина и уходит ребра выходит уходит вот сюда здесь в принципе то же самое что и у мужчин анатомия у нас строение мышц одинаковое ну просто у мужчины мышцы больше как бы ну проявлены вы выражены у женщины все это дело как бы больше сглажено вот таким вот образом так ну по бицухе конечно объяснять не надо по по плечам что здесь очень все маленькая слабо развитое так бицепс тоже у женщин бывает конечно но он выглядит очень тонко и тонко он выглядит сейчас покажу вам так побольше вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот и руки можно прям вот еще потоньше сделать вот когда руки тонкие вот это то же самое ну нормально так вот так вот так вот здесь у нее вот такой вот задел провал здесь идет у нее клей ф английская и вот как бы я не знаю как их вам нарисовать вот так вот раз и чуть-чуть сгладить ну вот так да а вот так наверно будет лучше показано вот такая штукенция потом здесь через alt чуть-чуть это что-то alt тут мне не нравится а ну-ка если драйв что-то через alt а он через control тут фу пардонки control z control z control z control шейф z назад возвращает все нормально значит клей и через control вот так и чуть-чуть выглаживаем и вот здесь тоже выглаживаем получается у нас вот такой перепад так теперь грабом опять же f английская и вот эти мышцы ног выводим вперед вот так вот задняя часть у женщин в принципе тоже здесь вас так это вниз подается на свисает здесь более переход такой угловатый угловатый ну не у всех конечно так здесь побольше значит ставится так жопаная пониже здесь чуть-чуть наверно вот так и вот так и вот эту часть чуть-чуть еще прогнуть надо больше а а здесь вот так вот спина у женщина здесь больше прогнута в 10 в таком духе а живот живот у нее чуть-чуть вперед и здесь вылазит вот таким вот образом и грудная клетка как бы полукругом ну не полукругом а вот вот таким вот образом идет здесь чуть-чуть уменьшается тын-тын-тын и получается вот такая форма женского тела вот такая так здесь вот галифеющую здесь чуть-чуть на поменьше вот так вот что еще здесь косточки побольше здесь таз уже ребра можно наверно еще поразвести чуть-чуть побольше вот чуть-чуть их приподнять повыше но вот эта часть должна быть потоньше вот что-то в таком духе ну а мышцы уже совпадают но их лепить не надо в принципе если вы добавите вот тонкие руки у так как вот здесь и чуть-чуть клей стрипом f английская вот так чуть-чуть еще поменьше чуть-чуть вот так вот добавите типа бицуху ну чтоб она хотя бы ну типа есть но ее сильно видно не должно быть вот так чуть-чуть до оформите вот намёточку такую дадите и чуть-чуть плечей вот сюда так что тут начинает выкаблучиваться так и вот эту часть тоже можно чуть-чуть вот так вот под накидать так здесь чуть-чуть еще до оформить ну а здесь у многих женщин вообще мышцы нету на руке так а ну-ка там вот что мне еще не нравится если кисточка чуть-чуть больше начинает вминать внутреннюю нижнюю часть забрался это автомаскинг он это дело все поправляет здесь нужно очень близко подходить и вы рисуете вот эту мышцу в принципе не видя руки вот это тоже так это мышца идет вот оттуда вот так вот таким вот образом что там там нормально так вот все вот это выглаживаете кое-где добавляете где-то уменьшаете но чуть-чуть мышца конечно вот эти переходы должны быть видны будет вертеться нет даже по коврику трудно ходит вот что с ней все приплыли здравствуйте так ну давайте еще последнее что добавим это так вот эту часть я чуть-чуть вытянул так вот так вот вот в принципе нормально и вот здесь у нее выходят две мышцы вот так как найдет мышца здесь вот так мышца неудобно можно рисовать как на планшете сейчас выгодят удобно очень и вот этот мышца идет вот сюда это сюда здесь идет через alt пардонте через контрол видеть то есть мышкой здесь чуть-чуть идет как бы ямка в этой ямке жирок вот так вот ну и немножко голени дорисуем вот так чтобы ноги более стали красивыми вот так здесь тоже дорисуем вот эту часть а здесь через контрол чуть-чуть в паз и здесь кость сильно вот это прижимает кто знает как настроить мышц вот этот сглаживание поменьше тоже наверно но она не изменяется вот я shift на за нажимаю здесь вот если а ну-ка попробовать shift f и чё если я сейчас ну да помягче стало так янта торган я лепить не буду даже не просите а вот здесь вот shift f shift f вот здесь я накидаю вот эту часть вот эту внутреннюю тему сам здесь идет мышца вот так и уходит вот к этой части вот вот сюда за колено так ну вот что-то в таком духе так ну все единица нам пади здесь единственно что что еще можно сделать ну сделать по длинней шею давайте попробуем и все на этом принципе тут объяснять больше нечего так зайдем теперь в object mode и subject mode мы зайдем теперь в edit mode выберем рентген выберем так вот шею и немножко я побольше выкинем как-то вот так и немножко на с чуть-чуть голове все-таки с так вот не видно тоже вот в этом плане тоже плоховато что носит сейчас вот так поставить тоже варфрейм если в настройках где тут у и аппорт дисплей тут варфрейм отключен только выходить из этот мод в object mode ох ёла мутант назад так это значит ctrl z ctrl z вот так пускай наверное голова и будет чуть-чуть ее повыше вот так вот так и зайдем в скульп мод шифтом тут все выгладим динотопом немножко понатопаем и чуть-чуть вот это все откорректируем именно грабом f английская так динотопа опять отключилась окей и вот так все это дело доработаем чуть-чуть приподнимем плечи чуть-чуть опустим черепок так чуть-чуть поднимем вот эту грудинку вот так и шею уберем подальше так теперь что у нас тут еще ну вот вот теперь в принципе нормально можно еще немножко теперь вот эти части приподнять и вот теперь вроде как оно ну со спины да лицо если сделать там еще какие-то пропорции части попросятся конечно наверное под изменение так шифтом ну здесь вот ключицу еще приподнять вот так вот ну где-то вот так утянуть подмышки вот эти вот чуть-чуть можно утянуть и плечи чуть-чуть как бы наполнить о о тут еще назад тоже плечи прибавить и переднюю мышцу вот эту тоже как бы вперед все на этом заканчиваю в принципе лепить можно но устаешь очень сильно за сетку думать так наверное это бы быстрее в скульпте с альфа 6 получилось или в зебраш или даже скульпт джейл ну в принципе все это дело нужно если использовать дина топа на 25 и экспериментировать сабдивизии edges они значит смотрите повторим это дело сабдивизии edges они на одном месте оставляют ну остаются одинаковые если мы нажимаем на collapse edges так grab не надо давайте клейм то уменьшаются полигоны вы можете любую зону подчистить если мы переключаемся на сабдивизии edges то они держат одни одинаковый размер полигонов если сейчас мы опустимся на сабдивизии edges что получается прибавляются полигоны вот в этом плане да хорошо но постоянно переключаться на это дело тоже контролировать нужно это все постоянно и об этом думать это не есть хорошо ну а результат в принципе нормальный получается так давайте разберемся вот с этой гражданкой сейчас я сразу скриншот сделаю для ролика так наверное как-то боком я поставлю так end панель теперь можно скрин каски отключить ну все-таки картинку делаем заставку и вот так я делаю заставки раз без выядренов шлеп и писец так файл этот я пока сохраню а вдруг еще пригодится объяснить вам как сделать уже тогда на своей модели так еще что я хотел показать вам ремешер во сейчас у нас 169 тысяч полигонов немного все это нормально в принципе можно еще повышать повышать даже ну до 600 тысяч в принципе нормально если сейчас поставить сабдивизии вот edges которые прибавляют и начать вот уже дальше лепить так не edges пардонки ну да сабдивизии edges нет не они запутался сабдивизии collapse так что он не прибавляет тут прибавлял тут не прибавляет а collapse уменьшает edges наоборот вот clay strip должен прибавлять почему-то он не хочет прибавлять вот в чем проблема так сабдивизии collapse edges уменьшает вот collapse он их схлопывает сабдивизии и он их тоже схлопывает да короче collapse collapse сабдивизии edges должен прибавлять поставим теперь поменьше 17 вот вот теперь на 17 мы их 18 прибавляем вот тут вообще можно сделать прям офигенные полигоны это уже на семерке это уже многовато и уже у нас 219 тысяч выскакивает ну короче вот этим волшебным динотопом можно еще как-то лепить так дальше что еще можно сделать сабд так это мы выгладим как всегда вот все помягче так тут тоже накидаем и вот надо посмотреть remesher так remesher если мы на 01 устанавливаем fix volume ставим отключаем обязательно динатопа иначе remesher не сработает и жмем remesher и у нас получаются вот такие вот полигоны так ctrl z нам нужно побольше полигоны мы ставим тогда 001 одну десятую короче enter и remesher вот видите у нас пересчитались полигоны вот 001 нормально и сетка вы видите классно и вокруг груди такие переводы но есть вот конечно где то что то как то ну вот сейчас уже 19000 полигонов модель была 160 по моему да ну вот нормально выглядит что прикольно вот так все это дело прикольно выглядит ничего в принципе мое заключение лепить в блендер можно нужно конечно к этому всему попривыкнуть но очень много геморроя по контролю сетки ты вместо того чтобы просто лепить постоянно думаешь так а сколько у тебя полигонов а как там сетка а почему она там не то что то я поставил надо переключиться вот лишние думки когда ты должен просто лепить как скульпт с альфа шестой ты о сетке вообще не думаешь так же и в the brush ты о сетке тоже не думаешь ты просто лепишь и она перестраивается там автоматически так что еще хотел а да вот еще что хотел рассказать вот вы видите внизу здесь 19 тысяч вертиксов фейсы трисы 38 трисов object 1 1 memory 242 2 мегабайта это видно вот этот файл весь выходит и вот как вот эта полоса чтобы появилась это вот заходите в edit заходите в преференции находите интерфейс и ставите так и ставите статус бар вот эти статус бар если мы сейчас отключим сцен статус вы видите остается только 291 бета вот мы их ставим вот эти статус бар и у нас тут все просветляется выявляется так еще о чем я хотел рассказать вам так 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 что то еще хотел вам рассказать а remesher вот эти remesher это сейчас если мы ctrl z нажмем жмем shift у нас высечется вот такая сетка вот видите мы можем посмотреть вот эти вот квадраты если мы нажмем так ctrl r enter вот у нас работает remesher ctrl z выставляем опять же remesher на 0 0 0 1 10 enter и жмем допустим ctrl r и он у нас пересчитывается ctrl z 219 219 фейсов ctrl r 1 а 170 вертиксов вот постоянно нужно remesher выставлять вот и желательно если сейчас вот вы выставим 0 5 допустим enter 5 так это сотых вот вот такая штука вы видите хотя в чем разница да ctrl z а если мы выставим 0 1 сотая и нажмем remesher то у нас нормальный remesher делается вот и гадайте нужно подгадывать тоже лазить смотреть тут что-то как итак еще раз у женщины идут важные таз грудь вот эти перепады раз это галифе тазовая кость выступает здесь таз у нее находится здесь ребры здесь у нее идет тоньше под ребрами часть потом мало выявленные мышцы просто и очень у кого даже сильно проявленные лопатки здесь вот между лопатками у них пустота но где задняя часть у них здесь на боках идут жировые складки ну жирок вот тут жирок вот тут на ягодицах и вот она галифе которая и создает вот этот вид таза вот это штукенция все все всем пока до свидания в принципе все что хотел показал что